Залог успешной реализации пяти институциональных реформ – модернизация судебной системы. О важности верховенства закона говорили в Астане. Служители Фемиды съехались в столичный дворец независимости со всей страны. Своё видение судебной системы Казахстана независимой и неподкупной на съезде высказал и Нурсултан Назарбаев. Как повысить уровень доверия граждан к системе, как бороться с лоббистами, использующими свои связи и деньги для принятия выгодных решений, Даниил Рамазанов искал ответы на эти вопросы. Доверие, ответственность и открытость. Судебная система Казахстана должна основываться на этих трёх ключевых параметрах. С прошлого года служители Фемиды работают по-новому. Свои достижения по программе пяти институциональных реформ судьи и главе государства представляли с гордостью. Трёхзвенная судебная система вместо пятиступенчатой, аудио- и видеозапись абсолютно во всех залах заседаний и развитие системы электронного правосудия уже дают свои результаты. Только этого, по словам президента, мало. Казахстан, республика с ним президента Ельбаса Нурсултан Назарбаев. 2664 человека в стране носят высокое звание судьи и вершат судьбы людей. И решать, кто прав, а кто виноват, должны только они. Вмешиваться в этот процесс не позволено никому, но это в идеале. По факту, не всё так, как хотелось бы бороться с лоббистами, глава государства предложил открытостью и транспарентностью. Принципиально важно, с одной стороны, не допускать судебных ошибок и правосудных решений, а с другой, исключить вмешательство любых должностных лиц в отправление правосудия. Следует пресекать факты манипулирования общественным мнением в целях давления на суд и интересах отдельных лоббических групп. Если такие попытки будут, они есть, я их знаю, их надо обнародовать, противопоставлять такой практике. Кто по своим какой-то воле, возможностям, связям, деньгами вмешивается в суд, его надо просто показывать всему Казахстану. Вот этот человек хочет повлиять на праведный суд. Иначе мы их не отвадим. Отвадить пусть и не всех, но все-таки удается. О том, что борьба за справедливость в стране идет нешуточная, многие ее граждане уже поняли, особенно высокопоставленные, особенно те, у кого, как говорится, рыльца в пушку. Министры и их замы, акимы и руководители нацкомпании, которые уже за решеткой. Главный посыл всей проводимой работы – оказаться там может и должен каждый нарушитель закона, несмотря на должности, связи и статусы. Я не зря сказал о равенстве всех перед законом и судом. Мы это делаем. Как известно, в рамках сейчас острой борьбы с коррупцией, которую мы проводим сейчас, привлечены ответственности, осуждены и министры, их несколько не буду перечислять, акимы областей тоже несколько, руководители различных звеньев, заместителей министров и последний раз права руководителей экспо-2017. Это доказывает, что принцип равенства всех перед законом соблюдается. 30 миллиардов тенге – бюджет судебной системы в этом году. Жилищный фонд для вершителей правосудия обновлен на 20%. Решены проблемы и с материальным обеспечением судей в отставке. То есть вопросы финансовой независимости судей решаются. Нурсултан Назарбаев напомнил, что сами они не должны забывать об ответственности и порядочности. Только в этом году 32 обладателя мантии получили дисциплинарные наказания. Двое уволены по отрицательным мотивам. Цифры, может быть, и небольшие, но дело в том, что их и не должно быть вовсе. Судья, стоящий на страже законности, не вправе быть нарушителем закона. Тем более уголовного, за что бы нес суровую ответственность. Это нонсенс. Это сразу надо считать, проблема случилась. И надо сразу этим заниматься. Тем не менее, по словам Нурсултана Назарбаева, доверие общества к судам и силовикам все еще недостаточное. Граждане в поисках справедливости не всегда идут в суд. К примеру, только в администрацию президента с прошлого года поступило около 17 тысяч обращений. Один из вариантов улучшения ситуации, принятый сегодня новый этический кодекс судей. Мы в первом съезде принимали этот кодекс. Она состояла из 6 всего ее статей. А сегодня более 30 статей. Это говорит о чем? Не только законное решение, но и поведение судей должно быть этическим, отвечать всем нормам. Он не без родственников, не без этого. Но, когда принимает решение судья, он должен быть только подчиняться закону. Понимаете? А чтобы законное решение принимать, он должен постоянно совершенствоваться. Если до этого утверждались просто обчие фразы судебной этики, то сейчас уже конкретизируется, как при отправлении права судей вести, как вообще судья как должен, даже начиная от морального облика, что он пример, судья, это наиболее высочайшая квалификация юриста. Поэтому этот этический кодекс, он как раз и назрел в связи с теми реформами, которые у нас в стране сейчас произошли. Ужесточенные требования к судям. Каждый судья должен пройти ежегодную стажировку с отрывом от производства и должен сдать психологическое тестирование, полиграфическое исследование. И рост именно требований к кандидату в суди, наверное, и позволяет решить проблему кадров и к тому, чтобы случайные люди не попадали в судейский корпус. Нескольким десяткам молодых судей на путстве сегодня Нурсултан Назарбаев дал лично. Он напомнил, что вершить судьбы людей дано не каждому, и их новая должность не только почетна, но и очень ответственна. Судить страшное дело, ответственно большое. Всегда человека, в наших руках, здоровье крепкое, все мы подсвежим назначаем. Здравствуйте, ребята. Помните, моя помощь стоит за каждым из ваших задачек. Знать за ваши ошибки тоже я отвечаю. Даниил Рамазанов, Шандос Битабаров, Хасину Маркулов и Алмасу Маргалиев при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Астана, Хабар-24.